Выставка Олимпийского совета Ульяновской области «Новое спортивное золото России» колесит по региону. Очередная точка на карте его маршрута – Ульяновский госуниверситет. На фото известные атлеты не только в спортивных, но и в национальных костюмах. А соседняя аудитория и их знаменитые коллеги – но только живьем. Для студентов дают олимпийский урок. Когда видишь таких выдающихся людей, это очень мотивирует, восхищает, поддерживает какую-то веру в успех, дает силы двигаться дальше, что они когда-то смогли, когда-то преодолели себя, и у тебя тоже когда-то получится. Легкоатлет Владимир Крылов, боксер Алексей Лезин, борец греко-римского стиля Евгений Голованов. В истории Ульяновского и всего российского спорта их имена навсегда вписаны золотом. Сегодня они редко выходят на спортивные площадки и свою миссию видят в том, чтобы нести в массы всю прелесть здорового образа жизни. Главное, что у них это в голове отложилось. И анализ каждый сам с собой проведет. И вывод определенный сделает. И все-таки, если у него были какие-то сомнения, заняться или нет, пойдет в спорт и будет заниматься. Дружил ли Алексей Лезин с Виталием Кричко? И как, будучи студентом УЛГУ, Евгений Голованов совмещал учебу с тренировками? Почему штанга – главный друг легкоатлетов? Об этом и многом другом говорят участники встречи. И это конструктивный диалог, говорят организаторы. Услышав, что чемпионы Олимпийских игр по легкой атлетике жал от груди 187 килограмм, все пацаны должны подумать, блин, я тоже так смогу. Я думаю, что они должны в любом случае прийти в зале и попытать себя в каких-то видах единоборств, соревнований, испытаний. Полтора часа олимпийского урока пролетели как один миг, говорят участники встречи. В следующий раз спортивный десант высадится в Ульяновском многопрофильном техникуме в Засияжском районе, где в середине апреля будет дан старт месячнику физкультурно-спортивной массовой работы.